Ну что же, всем привет, с вами Армак. Запускаем второй сезон хардкорного выживания в Майнкрафт. Надеюсь, он будет более длинным. По крайней мере, я постараюсь все для этого сделать. Так, создаем новый мир. Назовем Hardcore 2. Режим Hardcore. И поехали. Посмотрим, где мы появимся в этот раз. Будем больше следить за едой, чтобы у нас жизни зря не уходили. Будем стараться более аккуратно себя как-то вести. Надеюсь, мы появимся в каком-то другом биоме, чтобы интереснее было и как-то сезоны отличались между собой. А то на одной и той же местности как-то не особо интересно. И смотрим. Снова равнина, ребята. Снова равнина. Сейчас подождем, пока мир прогрузится. Уже возле нас есть овцы. Это просто замечательно. Единственное, что нехорошо, это то, что абсолютно нет никаких деревьев. Рядом пустыня. Кстати, в пустынях тоже могут быть деревни. А точнее, они могут быть на равнинах, на вот таких вот. То есть, надо будет побегать, поискать в пустынях. Еще на каком-то биоме вот не могу вспомнить. Так, ну ладно, деревья нашли. Первым делом бежим рубать побольше деревьев. Овечек тут полно, какие хочешь. Так, есть и березка. Что замечательно. И дубы. Ух ты, и кури ходят. Не, ну какое-то сильно легкое хардкорное выживание у нас получается. На животных нам везет прям очень-очень сильно. То ли может быть эта версия 1.8.8 такая, что животных прям полно по всему миру. Раньше как-то с этим сложнее было. И поэтому выживать было как-то похардкорней. Да тут вот в лесу видно, что кури бегают. Ладно, мы хардкор в любом случае найдем себе. Например, ночью будем выходить на охоту. Сражаться с монстрами. Так, это последнее дерево, которое мы срубим руками. Уже пора переходить на деревянный топорик. Отлично, отошли. Поставили все в крафт. И накрафтили себе дубовый досок. Отлично. Сделали верстак через шифт. Когда вы клацаете, все вам возвращается. Раз, два, три. Есть. Все, ставим верстак. И делаем топорик. Меч пока я делать не буду. Нет в этом особой нужды. Так, хорошо. Березка нам тоже пригодится. Вообще дерева много не бывает. Вот те ресурсы, которые нужны практически всегда, это дерево и железо. Дерево нужно для постройки практически, да не практически, а для всех предметов. Поэтому нужно, чтобы оно у вас всегда было. Также домик из него удобно строить. А из железа можно и одежду. Тоже многие предметы из железа нужно строить. Также самые инструменты железные, они гораздо мощнее. С тем же мечом лучше с железным бегать, чем с каким-либо другим. Стараемся пока нарубить побольше дерева. Заодно как раз мы будем возвращаться. И там уже со срубленных первых деревьев, там расточки уже попадают. Мы их соберем и потом посадим деревья, как мы делали в прошлый раз, поближе к нашему дому. Чтобы не надо было далеко бегать за каждым из видов ресурсов. Так, ну и в этот раз пляж прямо рядом с нами. Я думаю, может и домик тогда здесь на пляже сделать. Тогда и разведку будет удобно делать. Можно будет плавать на лодке. На лодке перемещаться гораздо быстрее, чем делать это пешком. Заодно, я думаю, часть дерева уйдет на постройку дома. А часть дерева мы с вами потратим, ну, например, на забор. Позагоняем туда животных. Так, первый день у нас такой, деревянный, скажем. В основном у нас сбор дерева. Ну и заодно я успеваю смотреть по сторонам. Возможно, где-то я увижу что-то интересное для нас. Есть. Тут такая полугорная местность. Так, идем назад. Отлично, яблочко. Уже есть росточки. О, как хорошо. Давайте дорубаем эти два дерева, которые здесь еще стоят. Есть такое дело. Все, топорика больше нет. Тогда, может, и рубать хватит. Что, построим тогда небольшой домик себе здесь на берегу? На пляже. Ну, почему бы не отпускай? Я так подумал-подумал. Ну, как повезло-то с пшеничкой, а? Давайте порвем траву, чтобы она нам и строится тут, не мешала. И заодно в поиске пшенички нам это поможет. Уже есть зерна для того, чтобы мы могли курей всех согнать вместе. И начать их разводить потихонечку. Они будут приносить нам яйца. Жаль, что не сделали, что эти яйца можно пить, чтобы они хотя бы тому совсем чуть-чуть сытость повышали. К сожалению, нет. Ими можно только кидаться, вылуплять из них. Других цыплят можно использовать в рецептах разных. И за это, конечно, спасибо разработчикам. Так, есть. Немножко расчистились мы тут. Сделаем пока одну комнатку в домике. Небольшую такую. Есть, тоже повышаем. Как можно выше. Я думаю, может быть, даже так же ставни потом заменим. Закончилось дерево. Давайте дубов еще. Желательно бы... Так, сейчас обед примерно. Успеть бы нам в шахту. Набрать камней. Отлично. Такое большое окошко будет. Здесь окошко поменьше. Ну и здесь вот так. Тоже будет большое окошко. Дальше ставим крышу. Это обычный, стандартный, на скорую руку, кубический дом. Потом со временем с ним попробуем поиграться. Но опять же, смотря как сезон этот сложится для нас, здесь и кростак поставим. Сразу же двери. Блин, уже темнеет. Очень быстро все как-то происходит. Так. Сразу же два сундучка. Есть. Сундучки мы здесь поставим. Давай сюда. А нет, это мы с тобой посадим. Это пока туда. Сразу же нужен меч. Пока хотя бы деревянный. И кирка. Сказал кирка, поставил топор. Красавчик. Так. Все, уже настала ночь. Давайте тогда хотя бы наплавим себе. Ага, наплавим. Нам бы в пещеру отправиться. Но сейчас я опять же покажу способ, как отправляюсь я на добычу камня, если на улице уже ночь, и не хотелось бы выйти и погибнуть где-то. Так, ну вполне себе уже нормальненько мы насобирали песочка. Давайте 32. Уже через окна к нам залезла овца. А мы тем временем делаем проход внутри своего дома. Как-нибудь вот так давайте. Так, так. И делаем такие ступеньки вниз, под своим домом. Все, а дальше кирочкой камень долбим. Заодно у нас будет и шахта такая, в которую мы всегда можем спуститься, не боясь, что на нас кто-то нападет. Ну, за исключением тех случаев, когда эта шахта может привести к другой какой-то шахте. И там уже будут заспаунены монстры. Либо же здесь мы не сможем осветить темноту. И здесь начнут прям спауниться монстры и залазить к нам в дом. Ну и третий вариант, это то, что у нас с вами еще наш дом не защищен. И в него лезут все желающие, кто только захочет. Я предлагаю сразу же большой стек камней собрать, пока не поломается у нас полностью кирка. И мы по возможности максимально опустимся с вами вниз. Уже больше половины кирки мы с вами убили. Кстати, звук, когда ломается кирка, довольно такой интересный и громкий по сравнению с остальными звуками в Майнкрафте. Многих новичков этот звук частенько пугает. Особенно, когда ты копаешь и ожидаешь, что на тебя могут напасть. Это вообще очень хардкорно, конечно. Вот, вы слышали этот звук. У меня колонки стоят не очень громко, поэтому я не думаю, что он вас мог напугать. Все, поднимаемся наверх. Ухухухухуху, вы это видели, да? Кажись, мы попали, ребята. Хорошо, что он зашел за нами. Смотрим по сторонам. Крипер, где-то еще есть скелет, я услышу, пока быстро делаем печку, о-о, он уже где-то рядом, вот и он, берем меч, стараемся спрятаться за углом, прячась за углом, ему придется заходить к нам и сворачивать, и тогда мы первые будем бить по нему, а не он нас будет расстреливать. Пользуйтесь вот такими вот углами всякими. Собственно, почему я и делаю в два блока вот такие вот углы, чтобы хотя бы один угол был такой, желательно даже два, потому что он может с любой стороны зайти, так, и сейчас песочек берем и начинаем плавить его в печке таким вот образом, и с него получится стекло. Давайте пока себе инструменты поделаем. уже есть каменный меч, нужно положить на место, это тоже, это тоже. Дальше нам кирка нормальная понадобится, топорик тоже хороший надо. Отлично, что там у нас, хотя бы 6 штучек когда будет, вообще можно уже вот такие вот квадратные блоки ставить, но я предпочитаю ставить тонкое стекло, потому что это более экономно, ну и выглядит как по мне прикольнее, потому как есть небольшие подоконники тогда в этом случае. На крафте выставляем 6 блоков стекла вот таким образом, и из 6 получается аж 16, согласитесь, экономно. Вот таким вот образом ставим стекло. Стекло, кстати, если вы поставили, то убрать его потом ничем нельзя, вы можете просто его разбить и оно пропадает. Так что оно одноразовое, ребята, будьте с этим аккуратны. Так, ну сейчас еще чуть-чуть подождем, уже как бы с одной из сторон к нам не зайдут, точнее с трех сторон, так что можем с вами не переживать. Ну, на берегу моря обычно мало спаунится монстров. Вот мы только эндермена видим там вдалеке. Так, забираем стекло, давайте еще с вами наделаем его. Есть. Это стекло вложим на место. И ставим последнее окно. Отлично. Все лишнее стекло опять же прячем. Что, отправимся дальше. Пока ночь все равно нам нечем заниматься, отправляемся в шахту. Будем продолжать добывать ресурсы и опускаться до самого низу. Зачем вообще нужно опускаться до самого низа? Для того, чтобы просчитать нам потом уровень, на котором нам стоит искать алмазы. Дело в том, что алмазы чаще всего встречаются с девятого по двенадцатый уровень. Поэтому, когда мы докопаем до самого низу, это будет примерно от второго до четвертого уровня. Оптимальный вариант, опять же, как я вам и говорил в первом сезоне, это нажатие в три. Вы сразу же узнаете по координате Y. Координата Y, это и будет тот уровень, на котором вы в данный момент находитесь. Если вы будете знать выше, ниже, вам копать и так далее. Но, как я говорил, я не хочу пользоваться таким четверным, на мой взгляд, моментом. Вот мы нашли довольно много железа. Это очень хорошо. Теперь мы сможем себе сделать броню. Ну, опять же, я люблю, если я спустился в шахту, то пока моя кирка еще жива, мы продолжаем копать. Обычно я с собой даже беру по три кирки. И когда все три кирки уже все использованы, тогда я возвращаюсь и начинаю с собранных ресурсов уже что-то... Создавать, переплавлять это все. Ну, вообще, если мы играем на прохождение, то для нас первоочередно важно, ну, понятно, выжить. На втором месте у нас идет это найти алмазы, а именно три штуки для того, чтобы алмазную кирку сделать. И потом уже у нас с вами будет возможность добыть обсидиан, из обсидиана сделать портал в ад, в аду убить эфрита. Тогда мы с вами сможем заклинания всячески использовать. Ну, или же, если нам повезет, то можно будет даже заняться тем, что мы поищем портал ВЕНД. Насколько мне помнится, портал ВЕНД, я не помню, по-моему, находил когда-то. Но это настолько сложно, и находится он обычно случайно, что вероятность его нахождения минимальна, по крайней мере, для меня. Да, и эфритов я, собственно, находил, ну, раза три, наверное, в аду. Так, поднимаемся наверх, сейчас сделаем еще одну печку, наверное, поскольку эта печка у нас уже занята. Хотя нет, тут уже все переплавилось, отлично. Все, переплавляем имеющееся железо. Так, у нас тут крипер возле дома. Пойдем с ним повоюем. Воевать с криперами нужно следующим образом. Эх, неудачно. Вообще нужно подбежать, ударить, отбежать, подбежать, ударить, отбежать. Таким образом из него можно добыть порох. Так, давайте попробуем заложить эту яму. Не люблю, когда у меня неровная поверхность возле дома. Ну, вы это и по первому сезону заметили. Сейчас тут тоже подровняем, заодно эти блоки используем для того, чтобы как раз заложить эту появившуюся дыру от крипера. Лопатой, конечно, это все делалось бы быстрее. Сейчас у нас опять нехватка дерева с вами. Так, давайте насадим деревьев недалеко от нашего дома. Опять же, выруем всю траву. Возможно, мы собираем семян. Как-то вообще неудачно сейчас ломаем. Уже можно насадить целый огород. Тоже, опять же, если у вас будет свое жилье и будет достаточно еды, только тогда вы сможете спокойно заниматься прохождением Майнкрафта. Поэтому мы, собственно, этим сейчас и займемся с вами. Так, все, давайте здесь насадим берез. Не нужно садить прям очень близко возле друг друга, чтобы они не мешали друг другу расти. Потому что, если одна вырастет и закроет с собой другую, то вторая не вырастет, пока мы не срубим первую. Так, ну а вот здесь вот повыше мы с вами насадим дубов. Есть. Отлично. Все, идем рубать дерево. Кстати, когда вы топором рубаете не дерево, а что-то другое, то он изнашивается быстрее. Ну, так же самое и с другими инструментами, которые вы используете не по назначению. Топор должен рубать дерево. Кирка должна долбить камень. Ни в коем случае не землю. Лопата наоборот землю и песок, но не камень. Железо тоже камень. Руды всячески. Золотую, железную. Ну и все в таком роде. Давайте рубать. Вот эти вот камни интересно стали. Такой, как столб, знаете, оставшийся после людей, которые там молились на него или я не знаю. Тут и животных возле него довольно много. Там, похоже, какая-то шахта. Можно посмотреть, может, там ресурсы есть интересные. Так, ну здесь просто вода. Шахта. Вот шахту мы сейчас исследуем. Да, прикольно заспаунилось. Ну что, пойдемте про... О, ах, зомби. Привет. Уже вижу железо. Мы сюда пришли не зря. Так, вот еще зомби. Ой-ой-ой. Так они нас могут уничтожить. Сразу осмотримся, чтобы на нас никто не напал. Ну и теперь можно спокойно... Нет. Где ты? Там скелет вдалеке. Ого, даже два. Так, надо побыстрее отсюда валить. Я с тобой кирку не взял? Я оглядываюсь, потому что жизни мало. Ладно, ребят, прибежим сюда в другой раз. Хотя, в принципе, можно поесть гнилой плоти. Но от нее идет отравление. Давайте здесь поставим верстак. И нам нужна кирка. Блин, когда он рычит где-то неподалеку, это, конечно, напрягает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Несколько выстрелов нас убивают. Так что уходим отсюда. Отлично. Отлично. Нам нужно что-то перекусить. Есть. Все, пошлите поджарим, поедим, восстановим жизни. А тогда уже можно будет сюда вернуться, в эту шахту. По крайней мере, мы знаем, чего ожидать в этой шахте. Мы ее однозначно полностью исследуем. Пройдемся по ней. Так, ну тут росточков заодно насобираем. Которые мы не забрали в прошлый раз. Так, вот она наша куча железа. Давайте-ка поджарим еды немного. Добавим дровишек, чтобы мы потом об этом не думали. Так, и нам... Нужна мотыга. Землю, пожалуй, мы тоже оставим. Камни тоже. Шерсть даже оставим. Кстати, шерсть. А, там четыре шерсти надо, да? Чтобы наделать ниток. Я думал порыбачить, заодно как бы проблемы с едой бы решили. Так, берем... Стоп, земля. Земля, земля, иди сюда. Снова темнеет. Так, давайте-ка сделаем здесь рядки. Так вот. Как обычно, по четыре ряда. Три штучки. Здесь песок выкопаем. И тоже можно набрать земли. Обработаем ее сейчас. Вот видите, она сразу же становится темнее, потому что она орошается. Сюда мы будем спрыгивать, поэтому там садить пока ничего и не будем, собственно. Надеюсь, овечка нам тут все не затопчет. Не хотелось бы ее из-за этого убивать. Все. Рано или поздно пшеничка вырастет. Хо-хо-хо. Милости просим. Это зомби-житель и крипер. Крипер может вообще взорвать нам дом. А зомби-жителя можно вылечить. И он станет обычным жителем, с которым можно будет торговать. Но для этого мне надо золотое яблоко и зелье слабости. Которое я пока не могу строить. Нам пока надо бы поесть. Давайте восстановим силы. Жизнь будет восстанавливаться или нет? Да, восстанавливаются уже хорошо. Так, так, так. Давайте расставим инструменты удобным для нас образом. Делаем топор, кирка, топор, кирка, вот так. Мотыга, еда. Так, у нас есть железо с вами. Первое делаем ножницы. Вот так вот расставляем. Потом мы сможем с вами подстригать овец, ходить. Далее. Делаем себе курточку. Далее мы делаем себе штаны. Шлем. Ага, не хватает. Значит, нам как раз хватает на железные ботинки. Одеваемся. Вот, посмотрите, у нас, видите, над жизнями появилась шкала брони дополнительно. Так, давайте посмотрим, где крипер. Вот он. Подальше от дома нужно с ним сражаться. Если взорвет дом, это будет печально. Ударили, отбежали. Снова ударили, отбежали. Ударили, отбежали. И повторяем, пока он так не погиб. Вот у нас появился порох теперь. Два штучки. Сейчас паучка мы пустим на паутинку. Давай, давай, давай. Пока зомби не прибежали. Есть. Теперь зомби. Кстати, зомби, они могут поднимать некоторые предметы, тоже там, с определенного обновления. Это довольно интересно. И есть возможность... Ладно, зомби-жителя мы тоже будем убивать. Лечить нам его нечем. Все зомби, они вас чувствуют в радиусе где-то 20-30 клеток. Поэтому они со всех окраин начинают на вас бежать. Они чувствуют ваш запах. Так, ну этот плавает. Он долго тут будет плавать. Еще один крипер. Неприятные всегда с ними поединки. Главное успевать отбегать, чтобы он не взорвал дом. Опять же, я повторяю. Отлично. Ух ты, есть ведьма. Сейчас мы с паучком разберемся. Как же их много здесь всех. С ведьмы могут выпадать какие-то зелья интересные для нас. Так, и главное ее начать бить до того, как она начнет кидать зелень и панам. Хорошо. Ничего интересного с нее не выпало. Так. Вон там зомби стоит. Но мы высоко. Нас не чувствуют, наверное. Давайте уничтожим зомбик. Ой-ой-ой, сколько же здесь криперов. Как они так быстро спаунятся здесь. Блин. А ну-ка. Возьмем ножницы. Блин, там эндермайн. Я хотел овечек настричь. Ох. Там паучок. Привет, паучок. О. Мы можем у него лопату выбить. Есть даже в броне спа. Вот, отлично. Лопата. Спасибо тебе. Как я жил без этой лопаты. Так, там много скелетов. Давай с тобой сразимся. Бэ-бэм. Неприятно, но ладно. В общем, ладно. Мне надо тебя постричь. Раз-два. Все, мне на кровать уже хватает. Ух ты. Я вижу скелета в броне. Точнее, в кожаной одежде. О, не. Это скелет, не зомби. Это был крипер. Блин. А этот раз даже не дожили до второго дня. С чем я пошел вообще с ними воевать? Оно мне надо было. Ладно, ребят. Спасибо за внимание. Простите, что подвел вас. Но хардкор это весело. Это реально весело. Не знаю, с чего ожидать. Вот, когда подбирается к вам сзади крипер, то услышать его довольно сложно. Ладно, всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, не надо ставить дизлайк. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. С вами был Армак.